Всем привет, друзья! С вами Михаил. Это игра Trails of Heroes. Сегодня у нас будет гайд по новому нашему персонажу фракции Темноч Немезис, она же Немезида. Поделюсь своими мнениями и впечатлениями, основанными на вчерашнем стриме, друзья. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем и каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Ваши лайки и подписка – самая лучшая поддержка, друзья. Поэтому с меня видео, с вас подписка, друзья. Погнали! Итак, сразу оговорюсь, друзья. Это, моё мнение, не истинно в последней инстанции. Мы тестили вчера его на молодом относительно аккаунте. Понятно было, когда этот персонаж вышел, что для старичков он вряд ли зайдёт. Возможно, если бы были у нас все возможные донатные артефакты, максимум прокачанных героев, можно было бы как-то с неё что-то слепить. Но это вариант не для фри-то-плей игроков. Поэтому однозначно для стариков она в пролёте. Для молодых аккаунтов, мид-гейм, начало игры, как она себя показала, можно подробно посмотреть во вчерашнем стриме. А здесь для вашего удобства, друзья, я подведу небольшие итоги. Я не буду рассказывать за каждый навык. Мы это рассматривали в пятницу, во время выхода этого героя. Я пройдусь чисто по особенностям. Итак, в чём проблема, друзья, вот этого первого навыка? Первого навыка. Проблема в том, что ему, чтобы сработать, надо получить 4, точнее 3 метки, чтобы были на ней. Чтобы эти метки получать, надо кого-то брать в контроль, друзья. То есть, если рассчитывать на её контроль с обычного удара, то есть это первый удар. Проходит в молоко. И не факт ещё, что сработает стан, друзья. Это раз. Во-вторых, получается, нам надо подбирать под неё пачку контрольщиков. Но мы теряем тогда в определённом смысле баланс. В этом отношении очень капризный и требовательный герой. Также проблема на разломе, как она себя показала, друзья, вот этот навык. Если нету заливки энергии, смысл в этом навыке, в ульте, тоже он пропадает фактически. То есть, за 15 раундов она 4 раза всего лишь ультанёт. И она просто не успевала в разломе разбить. Ожидания мои были, ну, я на 90% был уверен, что она поможет закрыть разлом. Оказалось, нет. Понятно, у нас вчера не получилось кристалл докачать на максимум. Но, тем не менее, тем не менее, ожидалось намного большего. Мы застряли на 22-м или на 23-м уровне. Может она, если прокачать всё, закрыть 23-й, на 24-25 там вообще без вариантов. Ей надо ещё кого-то ставить в пару уронщика. То есть, получается, нам надо контрольщик, чтобы рядом стоял. Нам надо уронщик рядом, чтобы ещё стоял в разломе. А у уронщиков в разломе тёмночей, кроме неё толком и нет. В артемиду, ну, прокачивать артемиду ради этого, это такое себе удовольствие. Проблема вот этого навыка тоже очень удивила. Мы пробовали её в башне мрака и в диссимиляции. В башне мрака вообще контроль не срабатывал. С трёх раз, которые я бил, башня мрака, вторая глубина. Она вообще в контроль никого не брала. А была резист контроль. Это я вообще удивлён. Сто процентов и попадать на резист, это, ну, печалька. Вообще печалька. В диссимиляции то же самое. Вот этот навык полностью делает её зависимой. Зависимой от пачки. И получается, друзья, у нас очень много требований, чтобы её раскрыть. Вот этот навык тоже я как-то не понял, друзья. Можете пересмотреть на стриме. Доходило до того, что она получала там, ну, в пачке молия, три кернуна, она и немея. Там до 90 этих доходило слоёв, получается. И у нас, соответственно, должно было вот эти вот метки восстания леса на союзников. То же самое должны были увеличивать урон по персонажам, которые в контроле находились. Но там особого урона вообще не было. То ли здесь описание какое-то неправильно, то ли как-то оно работает. Чёрти шо. И в итоге мы получаем персонажа, который старичкам в эндгейме вообще не зайдёт под... Самая большая её проблема – это скорость просто. Вот для сравнения её скорость 172. Берём того же Фантома. У него скорость 281. Это космос. Это просто более 100 пунктов разницы. Это даже донатным артефактом не исправишь. Зависимость её от пачки, зависимость её от многих факторов – это делает её вообще бесполезной в эндгейме. Как по мне, для фри-ту-плей игрока, друзья. Для новичков то же самое. Получается, чтобы её максимально раскрыть, опять же, эти все условия надо соблюсти, чтобы она себя показала. А есть ли у новичка ресурсы, чтобы это всё делать, подбирать под неё пачку? И стоит ли оно того для общего прогресса? По-моему, нет. Есть другие персонажи, которые могут позволять вам выполнять различные активности намного эффективнее. Поэтому по КПД, друзья, большое разочарование. ПВП вообще не заходит. Диссимиляция, чёрная дыра, тоже она сама, вообще она ничего не затянет, друзья. По веткам, понятно, это дамагер. В правую ветку уходим здесь. Здесь единственную очистку ещё можно дополнительно поставить. Без отпечатка В4 тоже толком на неё рассчитывать прям не стоит, друзья. Поэтому мнение моё, не тратьте своё внимание на этого персонажа. Можно её подсветить. Поможет она даже на 10 звёздах вам пройти вообще налегке до 21-22 уровня разлом. На большие не рассчитывайте. Возможно, ещё в древних руинах она себя покажет. Так как там 3 на 3 бой. Возможно, возможно. Но в остальных активностях на неё рассчитывать не стоит. Итого, друзья, по КПД для фри-то-плей игрока, друзья, ещё раз оговорюсь, я смотрю со стороны фри-то-плей игрока. Для меня самое главное, как персонаж для фри-то-плей игрока будет помогать проходить эффективно активности. Диссимиляция, чёрная дыра в основном и разлом в пустоту. Это вообще не... Она боссов пустоты не будет бить. Потому что контроля на боссах пустоты нету. И она не будет срабатывать. Это очередной проходной перс. Очередное у нас разочарование. В общем, такое, друзья, видео получилось. Надеюсь, оно вам будет полезным. Пишите в комментариях, как вам этот персонаж. Возможно, вы его тоже тестили или кто-то вам рассказывал, как её можно раскрыть. Делитесь обязательно. Делитесь информацией с фри-то-плей игроками, чтобы нам было, друзья, играть намного легче и эффективнее. Всем хорошего настроения, друзья. Мирного неба над головой. До новых встреч.